Завершая рассказ о Августе Сильном II, мы упомянем, что прозвище Сильный он получил не от каких-то там военных и государственных дел и завоеваний, а просто от большой самой его человеческой физической силы. Ну вот, в статуи мы к ним не пойдем. Ну вот, в смысле? Что касается его польских владений, он проводил непоследовательную политику. Будучи связан военным союзом с Петром I, он, однако, неоднократно заключал тайные соглашения с Карлом XII. Так, после того, как в кампании 1706 года войска Августа были разбиты шведами, он был вынужден заключить с ними альтранштетский мир, по которому он отрекался от польского престола в пользу Станислава Ильичинского и расторгал союз с Россией. Позднее, когда разгромом русскими войсками шведов под Полтавой при Розовском повороте в ходе всей войны, Август возобновил союз с Петром и при его содействии возвратился на престол, однако продолжил прежнюю политику. Будучи формально союзником России, заключал направленные против нее тайные союзы. Во время своего правления приблизился весь шляхтич Завацлава Будько, который фактически являлся начальником тайной службы при короле. В 1717 году на так называемом немом сейме примирился с польской шляхтой, признавшей его своим королем ценой серьезных ограничений королевских полномочий. Впрочем, это в традициях Речи Посполитой. Таким образом, по итогам Северной войны, Август сохранил престол Речи Посполитой, однако главной целью участия этого государства в войне, возвращения Лифляндии, он не достиг. Эта территория отошла к России, за которую Россия, как известно, выплатила огромную сумму денег золотом Швеции. А отметим же любви, обильный Кюрфюст очень был отличаем на этом фронте. Как известно, он был женат на Кристиане Беи Байерецкой, дочери Марграфа Кристиана Эрста Брандербург Байерецкого. Однако, когда он был избран королем Польши и принял католицизм, а Кристина осталась верна протестантской вере и уже не выезжала из Саксонии, с этого момента брах их распался. У Августа было множество фавориток. Самая знаменитая из них, как мы помним, графиня Козельская, ходили слухи о том, что у Курфюстра, короля, 365 небрачных детей. По одному в день, что ли? Наиболее известный из них Морис Саксонский, это Аврора и фон Кюнисмаркер, впоследствии блестящий французский полководец Шевалье де Сакс и эвантюристка Анна Каролина Ожельская. От Мориса Саксонского происходит писательница Жорж Санта. Ну так вот. Ну, сегодня не пойдем туда. Пойдем немножко по-другому. Не пойдем сюда, в направлении театра. Большого, народного, 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 а это и не важно. Ветерок сегодня, будь здоров, подбывает. Не идем в центральную аллею сада, где выставлены знаменитые скульптуры барочные. Неоднократно мы там были, хоть, если честно сказать, туда, к ним. Меня тянуло, как магнитом, но я себя заставил не смотреть даже в ту сторону. А вот на фонтан Маркони тоже бы взглянул. Однако тогда бы пришлось и пройти мимо статуи. Впрочем, зачем смотреть на фонтан, который в это время отключен и бездействует. Дело символическое незнаного и известного солдата. Присоточка. Помог Enз Bijникови. Присоточки. Присоточки. Субтитры создавал DimaTorzok Это не очень хорошим делом. Гапится на людей, которые выполняют свой гражданский и воинский долг. Быть любопытным Гаповичем – это паскудно и неприятно. Но немного об этом мы расскажем. Могила-памятник относится к площади маршала Юзефа Пилсудского. Назначение Варшавской могилы неизвестного солдата заключается в отдании долга всем, кто отдал свою жизнь за Польшу. Могила принадлежит к национальным символам, символизирующим наибольшую самотверженность. В Польше первые инициативы, имеющие цель создания места поминовения павших, были предприняты в 1921 году. Могила неизвестного солдата в Варшаве к ночной метрике, однако, была возведена только в 1925 году под колоннадами Саксонского дворца, позже уничтоженного.